В течение двух выходных дней руководители лабытнанских образовательных учреждений были участниками семинара, посвященного вопросам реализации нового закона об образовании и майских указов президента Российской Федерации. Семинар, прошедший на базе первой школы, провели профессора высшей школы экономики из Санкт-Петербурга. Перед руководителями и управленческим персоналом образовательных учреждений сейчас стоят совершенно конкретные задачи. С 1 сентября вступил в действие новый закон об образовании. Но он не заработает, пока не будет выстроена должным образом вся нормативная цепочка. От федерального закона через законы региональные и муниципальные правовые акты до самого первого звена – локальных нормативных актов каждого образовательного учреждения. Между тем, новый закон содержит много новых положений, которые ранее никогда не отражались, к примеру, в школьных уставах. К сожалению, никакого примерного списка локальных актов пока нет, нормативного или просто примерного. Модели на локальных нормативных актах на федеральном уровне не разработаны, поэтому приходится сейчас вот то, что есть и на федеральном уровне, и то, что есть у нас в экспертном сообществе, предлагать директорам, чтобы каким-то образом им помочь здесь. Таким образом, первый день занятий был посвящен вопросам создания локальной нормативной вазы каждого из образовательных учреждений в соответствии с новым законом об образовании. А с реализацией этого закона тесно связаны так называемые майские указы президента России, в частности, поэтапного совершенствования оплаты труда. Размер этой оплаты теперь напрямую должен быть увязан с показателями эффективности работы. Введено понятие эффективного контракта, на который в Лабутнангах с 1 декабря переведены руководители всех образовательных учреждений, и сейчас идет процесс перехода всех педагогических работников. Эффективные контракты предполагают особое оформление взаимоотношений с педагогическими работниками, когда они будут четко понимать, в чем будет состоять результат их труда. То есть в эффективные контракты будут введены те определенные цифровые, числовые показатели, которые они должны достигнуть в результате своего эффективного труда. И вот тогда можно будет осуществлять правильное, грамотное стимулирование их деятельности трудовой. Надо сказать, что такая система в известной степени меняет систему отношений в трудовых коллективах. Директор должен встать в позицию работодателя. Именно он теперь определяет показатели эффективности работы и, соответственно, размер стимулирующих выплат для каждого работника. Четко совершенно было сказано президентом на других уровнях, что за некачественные услуги государственно оказываемой населению желательно не платить, а за качественные платить больше. Поэтому зарплата учителя будет совершенно четко связана с качеством тех услуг, которые он оказывает. И это тоже достаточно такая новая сложная позиция. И мотивировать учителя на это должен руководитель, а мы призваны мотивировать руководителя. Так что вторая задача, которую помогали решать санкт-петербургские профессора, это выработка на уровне каждого образовательного учреждения четких и объективных критериев эффективности и качества труда каждого педагогического работника.